Адукация будущего. Сегодня на базе ГДУ Мяфранциска Скарины открыли STEM-Хаб, науковую лабораторию, различенную на совместную работу старшоклассников и студентов. Разом они будут створать проекты инженерно-технической на кированости. Дмитрий Котов протягнет. STEM – это совесть науковых дисциплин и современных технологий. Асоциация «Адукация для будущего», которая является проводником STEM-адукации в Беларуси, на территории региона працует два года. Причем акцент сделан на невеликие городы. STEM-центры створены в школах Светлогорска и Лельчицов. Наученцы отримали махчимость с допомогой нового обсталявания заниматься робототехникой и программированием. Одна из основных складающих STEM-адукации – тесное взаимодействие средней школы и высшейшей. Тому черговым кроком стало заявление STEM-лаборатории у ГДУ Мяфранциска Скарины. И ГТД решит дозволить значительно усмазнить профориентационную работу. Для факультета это, конечно же, большой шаг. Это важно для факультета, для того, чтобы показать нашим будущим абитуриентам, что у нас есть такая возможность обучать студентов на хорошем оборудовании, чтобы они познакомились с нашим факультетом. И здесь как бы не просто показать о том, что у нас есть, они сами смогут принять участие в этой работе. Заявление STEM-хаба дозволить так само полепшить деятельность ранее существующих науковых лабораторий на факультете. Если ранее обстановление переважно использовалось у подрихтовцев курсовых и дипломных работ, то сейчас студентские проекты станут больше масштабными. Головная идея STEM-хаба – взаимодействие школьников и студентов. Разом они должны стать выноходниками, сделать нечто незвычайное, до ГЭТУЛЬ и невядомое. Будет каждый год объявляться тематика, и дети в рамках этой тематики будут делать определенные проекты. То есть идея заключается в том, что есть команда, в которую входят два школьника, 10-11 класса, два студента, первый и второй курс. И совместно они делают проект. У проекта есть идея, которая в рамках заданной тематики реализуется. И, соответственно, это небольшой конкурс. Результатом конкурса может являться либо продолжение работы над проектом, например, это может быть при помощи того же Гомельского технопарка, потому что там у них есть бизнес-инкубатор, либо принять участие в каком-нибудь международном конкурсе. Молодым ученым, які будуть працавать над навыковыми проектами, необходно буде пройти попередний отбор. Дорэч и сё ледние переможцы отримают махчимость проставить Беларусь на Сусветной Олимпиаде роботов у Канады. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, отель радиокомпания «Гомель».